Чтоб ты понимал, я сам сдаю эти анализы системно. Вот, кстати, буду сдавать послезавтра. Как только меняются те показатели, которые мы сейчас проговорим, меняется мое физическое состояние, влияние именно моего образа жизни, моего питания, моих витаминов, которые я дополняю, напрямую влияет на эти показатели и, как следствие, влияет положительно на тестостерон. В 100% мы говорим про то, что мы не используем фармакологические лекарственные препараты для коррекции конкретно тестостерона и всего остального. Но мы можем каждый день влиять положительно, как раз-таки за счет одного из них больше всего, на, например, тестостерон. Всем привет! На связи у насчет Николай. Возможно, вы уже поняли тему сегодняшнего видео. Это какие сдавать анализы мужчине, в особенности после 30 лет, для того, чтобы положительно влиять на мужское здоровье, для того, чтобы положительно влиять на гормоны, на внешний вид, самочувствие, работоспособность и то, как выглядит тело. Давайте с вами разбираться в самых важных 5 анализов крови для всего того, чего я сейчас перечислил. Первое. Это липидный профиль. Липидный профиль – это холестерин общий, ЛПВП – липопротеины высокой плотности, и ЛПНП – липопротеины низкой плотности. Это те вещи, которые помогают нам понять, а что с нашим желчоотоком, что с нашей печенью, что с производством будет в дальнейшем с половыми гормонами, и в том числе предотвращает нас от риска так называемых сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, которые преследуют очень часто после 30 лет. На что важно смотреть? Простым языком. Повышение ЛПВП – это хорошо. Должно быть минимум от 1,8 ммоль на литр. Если ниже 1,8 и не ниже пока что 1,3 – это пограничное состояние. Если ниже 1,3 ммоль на литр – это высокий рик заболеваний сердечно-сосудистой системы. Что такое холестерин? Холестерин нужен каждой клеточке нашего организма. Когда это производится в нашей печени, это доставляется в клетки за счет такой фракции ЛПВП и обратно доставляется тоже через фракции ЛПНП и выводится через желчный пузырь. И они параллельно и доставляют ЛПВП, и параллельно, так сказать, в кавычках, сейчас опять же будет грубо, захватывают все, что у нас есть в сосудах, потому что они очень сжатые. Что такое высокой плотности? То есть липо – это жиры, протеины – это белок, и высокой плотности, то есть вот, знаете, есть такая детская игрушка, которую вот так вот расширяешь, она такая молекула большая, а есть такая прям сжатая, ты ее вот так сжимаешь обратно, она очень плотная. Вот ЛПВП – это вот этот плотный комочек, ЛПНП – низкой плотности – это широкий комочек. И что происходит, когда мало вот этих стильных, они условно забирают все с собой, и очень много вот этих расширенных, атеросклеротические бляшки, закупорка сосудов и так далее, и так далее, потому что у тебя нету, так сказать, чистильщиков, у тебя много ЛПНП вследствие большого количества сахара, малоподвижного образа жизни, большого количества стрессов, малое количество воды, малое количество белка, и у тебя это в совокупности дает эффект того, что у тебя инфаркты, инсульты и так далее. Поэтому в обязательной основе нужно следить за показателями липидного профиля. Следующие два показателя, они коротко называются АЛАТ и АСАТ, и расшифровываются как АЛАНИН АМИНОТРАНСФЕРАЗА и АСПАРТАТ АМИНОТРАНСФЕРАЗА. Это белковые ферменты, которые производятся в нашей печени и могут нам подсказывать, как себя чувствует сейчас как раз-таки самый главный фильтр в нашем организме. Если АЛАТ и АСАТ повышены, это может говорить о том, что у нас есть проблемы с этими ферментами вследствие, например, неалкогольной жировой болезни печени, большого количества сахаров, фруктозы и хлебобудочных изделий. Замену сладкого ищут, например, пряники на фруктозе, я видел в магазине. И такие, о, ну сахара же нет, а фруктоза это полезно, фрукты же это же важно. Все, и начинает дополнять. Это большая нагрузка тоже на печень. Вследствие чего еще может повышаться АЛАТ-АСАТ? Вследствие, например, большого количества фармакологии, которую человек применяет. Это различные препараты, понижающие давление, для углеводного обмена, антидепрессанты, которые очень часто выписывают, якобы для профилактики. На самом деле, это очень сильно дает нагрузку на печень. Так называемую фазу диноксикации печени. И организму реально очень тяжело переваривать в кавычках это все. Поэтому супер важно отслеживать АЛАТ-АСАТ. И если они повышены, например, дополнять гепатопротекторы. Да, это различные Шрот-Расторопши, Селимарин, Артишок. То есть разные есть нутрицептики и в том числе фармакологические вещества, которые я не имею права сейчас проговаривать, которые помогают клеткам печени, в том числе АЛАТ-АСАТ. Коль, а вот эти кальциональные, ну это же дорого издавать? Хороший вопрос, потому что это самое частое заблуждение людей, которые приходят на мои эфиры, смотрят мои видео и приходят к нам учиться. Но обычно те, кто приходит учиться, они уже услышали, что это недорого. Я про стоимость расскажу в конце. Мы очень часто не замечаем, что инвестиция может кратно привести больше профита в дальнейшем, если сегодня это сделать. Про стоимость расскажу в конце. Третий показатель это гомоцистеин. Здесь опять же мы не говорим про влияние на тестостерон, но здесь больше про здоровье. И гомоцистеин это показатель того, простым языком, как чувствуют себя сосуды и как хватает ли нам витаминов группы В, которые, например, помогают центральной нервной системе, которая помогает выработке энергии, которая помогает выстраиванию коллагеновых связей нашими сосудами и так далее. То есть, если у нас будет выше 7 микромоль, то это высокий риск заболевания сердечно-сосудистой системы. Как это взаимосвязано? Если у нас высокий гомоцистеин, у нас будет не хватать витаминов группы В, в частности, В12, В9, В6 и В2. Это самые частые витамины, которые участвуют в так называемом метаболизме аминокислоты метионин, запоминать не надо, промежуточное соединение гомоцистеин. Если гомоцистеин накапливается, витаминов группы В не хватает. Выше 7 микромоль большая нагрузка на сосуды. А так как мужчины очень часто подвергаются заболеваниям инфаркты, инсульты, атеросклерозы и так далее, то в обязательной основе нужно следить за этим показателем. Вы сейчас внимательно меня послушайте. Самая частая ошибка людей, которые начинают заниматься своим здоровьем и при этом они, например, от меня услышали, что нужно сдавать анализы крови, они приходят и сдают либо вообще не те анализы крови, либо сдают все, отдают последние деньги и говорят, блин, а что надо еще и там что-то где-то добавить, где-то еще на что-то потратить, фитнес-браслет надо купить. О, Господи! Именно поэтому вот насколько же важно точечно сделать удар в нужную проблему и решить ее раз и навсегда. Именно поэтому на трехдневном мероприятии, куда я вас, собственно, и приглашаю, мы сделаем этот точечный удар, конкретные анализы крови, конкретные продукты, конкретные витамины и конкретные действия при определенных изменениях в анализах крови. Все. И ты просто делаешь один точечный удар вместо 10 тысяч с разных сторон и думаешь, что потом у тебя генетика, наследственность, метаболизм, на самом деле все решаемо. И как часто говорят мои студенты, говорят, а что так можно было? Я говорю, да, еще можно было 10 лет назад. Поэтому не теряйте время, потому что она не восполняется и начинаете заниматься своим здоровьем вместе со мной, потому что это весело и интересно. Внизу ссылка на трехдневное мероприятие и мы вместе с вами сделаем этот самый точечный удар и вы не потратите кучу денег на всякого мракобестия, которое происходит вокруг. Возвращаемся с вами показателем анализа крови для мужчины после 30 лет. Это четвертый показатель витамин D. Мы очень много говорили на моем канале про то, что сперматогенез, про тестостерон, про энергию, про кишечник, про желчный, что витамин D имеет очень много рычагов влияния на много функций в нашем организме. Поэтому в обязательной основе витамин D должен быть от 60 нанограмм до 80 на миллилитр, потому что именно этот показатель помогает и восстановлению энергию, помогает и увеличение естественным способом твоего тестостерона, помогает и работоспособности и всего остального. И самое, что интересно, если вам, как говорится, немножечко за 30, то для взрослого поколения, кому уже там 50, 60, 70 лет, так как тестостерон снижается, минерализация, то есть вот это процесс вымывания минералов, которые пособствуют крепкости костей, увеличивается, потому что тестостерон, эстроген у женщин и мужчин помогает поддерживать крепкость костей. И единственным, что мы можем повлиять, если не тестостероном, который естественно идет на снижение, это витамином D. Поэтому во взрослом поколении, когда людям 50, 60, в обязательной основе я рекомендую сдавать витамин D с еще одной дополнительной целью, препятствовать так называемой деминерализации костей. Поэтому витамин D 60-80 нанограмм это очень важный показатель для мужчины после 30 лет. И последний показатель в общем анализе крови есть такие две аббревиатуры МЦВ и МЦХ. Это средний объем эритроцитов и среднее содержание гемоглобина в эритроците. Вы скажете, каким боком оказался эритроцитой вот этот тестостерон, мужское здоровье и внешний вид. Рассказываю пример. Очень часто ко мне приходят различные обучающие программы. Это круто, потому что просто конфликтацию взять это вообще ни о чем. Рано или поздно ты вернешься к своим проблемам. Приходят обучающие программы и я ребятам в обязательной основе рассказываю, как, например, гастриты влияют на уровни железодефицита, уровни железа в организме, как следствие железодефицит. А железодефицит, если он будет, это влияет на тестостерон, на окисление в клетках тестостерона. Потому что железо является главным строительным материалом для эритроцитов. Если будет мало кислорода в клетках, будет мало окисление тестостерона. Поэтому, для того, чтобы быть энергичным, нам очень важно эти показатели. Один должен быть от 87 до 92, второй должен быть МЦАЖ от 27 до 32. Это будет говорить о том, что у нас хорошие эритроциты созрели, на нем достаточное количество гемоглобина, следовательно, кислород будет доставляться до наших клеточек, следовательно, у нас будет больше энергии и это в том числе влияет и на половые гормоны, в том числе тестостерона. Слово гастриты прозвучали в моей риторике только что. Причина снижения МЦВ и МЦАЖ как раз-таки очень часто это гастриты, потому что, когда есть нарушение слизистых, гастриты, язвы, эрозии, это напрямую влияет на развитие железа дефицита, вследствие чего эритроциты не созревают, вследствие чего кислород, тестостерон, вот это вот все только что я сказал. Поэтому, очень часто это все начинается с того, что частые перекусы, чипсы, сухарики, кола, все это на голодный желудок, все это абы как, питаемся, куча стрессов, истощение слизистых и добро пожаловать к гастриту. Влияет на железо дефицит, влияет на тестостерон. Я не проговорил про тестостерон, я не проговорил про дегидротестостерон, еще несколько показателей, потому что мы говорим в контексте профилактики, превенции, для того, чтобы в дальнейшем не иметь кучу проблем со здоровьем. Потому что коррекция уже тестостерона за счет определенных фармакологических препаратов, это реально очень сложно, тяжело, особенно для нашей печени. И в дальнейшем может еще иметь много побочек. Я не против фармакологии, наоборот, в некоторых случаях даже за всеми руками и ногами и всеми конечностями. Не решай именно вот те вещи, которые я только что проговорил. Вопрос с липидным профилем, вопрос с железодефицитом, вопрос с витамином Д, просто коррекция тестостерона не имеет сильной подноготной. Это супер важно запомнить. И вы можете сказать, Николай, так это стоит по любому целого состояния, 5 анализов, которые вы перечислили. Это стоит порядком от 6 до 7, 7,5 тысяч рублей в зависимости от вашего региона проживания, которое, внимание, принесет гораздо больше профита. Если вы сделаете и найдете причину прямо сейчас, вместо того, что вы дождетесь, пока у вас будет снижение работоспособности, уменьшение амбиций, потому что это напрямую зависит от железодефицита, тебе ничего не хочется делать, у тебя низкий витамин Д, тебе ничего не хочется делать. У тебя, не дай бог, будут какие-то сердечно-сосудистые заболевания. Это рано или поздно прилетит такой оплюхой или таким бумерангом тебе обратно по затылку, что лучше сейчас инвестировать раз в полгода всего лишь, просто вдумайтесь, 6 тысяч рублей, чем потом лечиться годами от каких-то изменений, заболеваний и проблем со здоровьем и так и не решить именно первопричину. Как сказала одна из моих слушателей с моих эфиров, что, Николай, вы мне помогли осознать, что я сегодня хочу тратить время, энергию, силы и деньги на изучение нутрициологии, питания и понимания, как составлять свой рацион, вместо того, чтобы завтра бесконечно быть спонсором фармакологических компаний и различных поликлиник или больниц. У меня пришла идея. Напишите в комментариях, что изменилось в вашей жизни после того, как вы хотя бы что-то внедрили, немножко убрали сахар. То есть, на что вы стали меньше тратить деньги, как я только что сказал про больницы, про спонсором быть в фармакологической компании, либо просто меньше сладкого стали есть и у вас как бы денег стало больше, например. С вами был Панасюк Николай. Спасибо за то, что смотрите наш канал, инвестируйте в свое здоровье и давайте вместе с вами двигаться дальше, потому что нас уже больше 400 тысяч на YouTube-канале. С вами был Панасюк Николай, онлайн-школа фитнес-эндрициологии GetFit. Следите за своим здоровьем и за нашим YouTube-каналом. До встречи!